Уважаемые друзья, у нас сегодня прекрасный день, я считаю, для 4 декабря за бортом, плюс 3 градуса, солнышко, снега никакого нет. Тут мне говорят, что у меня очень гулка в машине стала, это потому что я наконец-то переоделся в свою зимнюю шипованную резину. И как вы понимаете, от того, что она зимняя, от того, что она шипованная, тишина в машине мне теперь до самого лета, или точнее до весны, не снится. И, к сожалению, наверное, будут какие-то дискомфортные моменты для вас с точки зрения записи видео, за что я приношу свои глубокие сожаления и извинения. Но ничего не попишешь. Мы сейчас движемся в сторону Вест-Айленда, точнее, Эль-Бизар. Я еду туда к своей ученице, я решил на досуге еще позаниматься преподаванием латинского языка, вспомнить, так сказать, юность. И вот, собственно, я и еду туда сейчас. Вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, связан с возможностью получения визы для инвесторов, для рантье, для тех людей, которые зарабатывают не на... не работая в офисе, как специалисты какие-то квалифицированные, а работают за компьютером или имеют какой-то свой бизнес и так далее. К сожалению, могу сказать, что на текущий момент никаких вариантов реально для того, чтобы мигрировать по этим программам на федеральном уровне нет. То есть были визы инвесторов, что-то похожее на визы рантье, как есть в Европе, допустим, или в Латинской Америке, или в Центральной Америке. Такое что-то было, похожее, не такое же, но чем-то похожее. До 2014 года. В 2014 году эти визы отменили, и теперь есть только федеральные визы. В частности, там мы говорим, если про КВБ, то там есть виза для предпринимателя и виза для инвестора. Но проблема заключается в том, что там существуют жесткие квоты. Например, если мы говорим про визу инвестора, по-моему, то она ограничивается... Вот я просто путаю, там две квоты. Короче, по одной категории, я сейчас не буду говорить, что так оно и есть, по одной категории там, по-моему, 1900 виз в год дается. По другой категории дается в районе 100 виз. И, соответственно, если ты не успеваешь вовремя податься, то тогда ты пролетаешь. И важное условие, да, что если ты инвестор, ты должен иметь не менее 1,6 млн честно заработанных денег, долларов американского, ой, канадских долларов, и быть готовым вложить, по-моему, 800 тысяч на срок до 5 лет для того, чтобы быть годным к рассмотрению твоего заявления. И при этом ты эти деньги не можешь трогать 5 лет, тебе, скорее всего, скажут там перечни отраслей бизнеса, индустрии каких-то, куда ты можешь вложить, и 5 лет ты можешь про них забыть, да, через 5 лет тебе перечислят, через 5 лет и 3 месяца тебе перечислят деньги обратно. Вот, собственно, и все условия для того, чтобы получить визу инвестора или визу предпринимателя. То есть не очень хорошо. Однако есть лазейка, что кажется, если ты предприниматель, то ты, если ты знаешь французский язык на уровне не ниже среднего, и можешь это подтвердить документально, то тогда ты можешь подавать заявление, и тебя рассмотрят сверх квоты. Такой вот момент. Для кого-то, может быть, это вариант эмигрировать, у кого есть большое количество денег, или значительное количество денег, потому что, в принципе, миллионы, это не так, какие еще большие деньги. Но значительная сумма для среднего канадца того же сомнения. Попробуйте. Куапа, как говорится, почему бы и нет. Другой момент связан с тем, что если вы работаете на удаленке, то, по большому счету, было бы неплохо связаться с какими-нибудь компаниями, которая работает в Канаде, которая зарегистрирована как канадский работодатель, и тогда через них получить джоп-офер и работать здесь. Потому что существует огромное количество IT-компаний. У меня есть знакомая, которая работала, кажется, в Москве много лет на канадскую компанию, а потом она себе организовала внутренний перевод. Она эмигрировала, по-моему, как независимый эмигрант. То есть это не был внутренний перевод в плане, что она получила внутренний перевод, и на основании этого она получила канадскую эмиграционную визу. Нет. Все не так. Она эмигрировала независимо, но при этом она не потеряла свое рабочее место, потому что она просто сделала, как перевод внутри компании, и компания платит ей также те же самые деньги, которые были прежде, но уже как сотрудника, работающего внутри канады. Вот, собственно, и все. Как-то непонятно, какая машина на что делает. Как-то ко мне же макси. Так что вот в этом варианте можно подумать об этом. Что касается трейдеров, что касается чисто ранти. Что ж такое, да? Что касается трейдеров, что касается ранти, то в чистом виде, к сожалению, никаких программ для того, чтобы люди получали визу. Я просто знаю, есть, допустим, такая программа в Испании. Там есть таргет, это резиденция, синтробахо. Ты можешь работать, ты можешь жить в стране, но при этом не имеешь права работать. При этом ты должен определённый уровень дохода. В Канаде такого нет. Ещё раз говорю. В Канаде всё привязано либо к инвестициям, либо к открытию своего собственного бизнеса, обеспечению рабочих мест, либо к иммиграции по семейной категории или по профессиональной. То есть отдельной категории рантье нет. В общем, такие вот мысли по этому поводу, такая вот информация. Может быть, вы какие-то варианты, исходя из того, что я вам сейчас рассказал, для себя в голове нарисуете и сможете реализовать свой план иммиграции. На всём откланиваюсь. Всем хорошего дня и пока-пока!